Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о поездке в город Йорк я расскажу про наш следующий пункт назначения шотландский город Глазго Итак, выехав из Йорка, нам предстояло проехать 340 километров на северо-запад и пересечь границу Англии с Шотландией Так как мы задержались в Йорке где-то до 4 часов дня, мы приехали в Глазго, когда уже все стемнело Поэтому мы заселились в отель, который забронировал брат И наутро оказалось, что эта гостиница находится в каком-то современном районе альтернативной культуры Мы вышли на улицу, немножко прогулялись по этому райончику и направились в центр города Мы увидели огромное количество достопримечательностей и художественную галерею, и университет города Глазго И конференциал с выставочным центром, и множество других достопримечательностей, о которых я сегодня буду рассказывать Наверное, самой запоминающейся достопримечательностью города Глазго является памятник Артуру Уэсли То есть герцогу Веллингтону, который стоит на биржевой площади в центре города В 1844 году жители Глазго решили увековечить фигуру главнокомандующего британской армии герцога Веллингтона Который, кстати, пару раз даже становился премьер-министром Великобритании Но никакого отношения к Шотландии или к Глазго не имел Так памятник стоял до 1983 года, пока кто-то из проживающих в Глазго шутников не надел на него конус Который обычно ставится на дороги, где идут дорожно-строительные работы Но власти города поспешили убрать этот конус с головы фельдмаршала Однако шутники не унимались и возвращали конус обратно Так в течение 30 лет конус то убирался, то снова венчал голову герцога Веллингтона Власти посчитали, что демонтаж этого дорожного конуса обходится очень дорого в городской казне И хотели построить высокое возвышение для конной статуи военачальника Но шутники, которые привыкли видеть такую картинку в качестве главной достопримечательности города Глазго Устроили протест в фейсбуке и собрали 70 тысяч лайков Кроме того, 10 тысяч человек подписало петицию, на которую государственные структуры должны были как-то ответить В итоге власти города решили оставить памятник таким, какой он есть Между делом, еще и получив анонимку, что какой бы высоты ни был памятник Конус будет возвращен на голову герцога Веллингтона Который никакого отношения к Глазго не имеет Но уже является главной достопримечательностью этого города И всегда найдется какой-либо общественник-скалолаз Который водрузит обратно этот дорожный конус на голову военно-командующего Поэтому власти города смирились с этим И этот памятник уже много лет стоит с дорожным конусом на голове Привлекая к себе и в город огромное количество туристов Мне очень запомнился железнодорожный вокзал с его ажурными такими чугунными вывесками и фонарями Также я впервые увидела Банк оф Скотланд Который также встречается и на севере Англии Но в Лондоне я его не встречала И мы пошли гулять по центру Глазго Встречая огромное количество древних зданий Но, кстати, что меня удивило В Глазго есть метро Я на нем, конечно, не каталась Но видела вход в метро И это было так необычно Когда ты видишь современный вход Там стеклянной такой обработки Посреди старинных зданий Это вот тот самый момент Когда старинная архитектура встречается с современными технологиями Город Глазго это крупнейший город в Шотландии И четвертый по численности населения Которое составляло 620 тысяч человек на 2017 год После Лондона, Бирмингема и Литца Во всей Великобритании Он является административным центром округа Глазго-сити И расположен на западе центральной части Шотландии на реке Клайд Основанный в середине 6 века В средние века Глазго считался одним из важных религиозных и образовательных центров в Шотландии Промышленная революция 18 века превратила его в один из крупнейших индустриальных городов Великобритании Особенно в области судостроения А в последующие столетия рассвет экономики города принял такие масштабы Что Глазго по тем временам считался вторым городом империи после Лондона В конце 20 века, после переждого в 1920-50-х годах кризиса Властями города с успехом был осуществлен ряд программ Направленных на культурное и экономическое возрождение Глазго Он быстро разросся и превратился в огромный современный шотландский город Где было отстроено огромное количество мостов, соединяющие два берега реки И на противоположном берегу от центра города находятся музей науки и Ривасайд-музей То есть музей, связанный с судоходством, судостроительством Ну и все, чем гордился город Глазго в индустриальный период своей истории Мы как раз таки искали, как попасть в этот музей И вышли к реке, где для меня, как для любителя еще и мостов Открылась красивая панорама современной архитектуры И два моста я прямо даже от одного до другого добежала Я сфотографировала очень красивые инженерные конструкции, которые я обожаю Помимо этого, огромное количество современной архитектуры находится на этих набережных От которых у меня просто разбегались глаза И я старалась наснимать и нафотографировать как можно больше Добравшись до музея естественной науки, до которого мы с мамой очень долго шли Брат в это время поехал смотреть какой-то другой музей Мы очень устали, пока добрались до него А оказалось, вход туда стоит 18, по-моему, фунтов И мы решили не ходить, ну что мы не видели в музее естественной науки в Лондоне, например Мы понимали, что примерно те же самые экспонаты, которые находятся в бесплатном музее в Лондоне Находятся в Глазго, в научном музее Но, возможно, там что-то более современное, не знаю Так мы и не попали ни в какой из музеев Так как наши ноги уже устали ходить по городу целый день От центра города до музея мы прошли, наверное, около двух километров Мы решили сесть в экскурсионный автобус, который ходит по городу По-моему, называется City Bus Это такой автобус, который останавливается только на определенных точках достопримечательностей Где можно выйти, погулять, сходить в музей И снова сесть на этот автобус в течение дня Он везет тебя по определенному маршруту И там, где ты хочешь, ты там выходишь, гуляешь и снова садишься в автобус На тот момент этот маршрут стоил, по-моему, около 8 фунтов за одного человека Сейчас, наверное, около 20 фунтов будет стоить Кстати, я когда расплачивалась с водителем автобуса за наши с мамой билеты Он мне сдал шотландскими фунтами В Великобритании существуют английские фунты и шотландские фунты И я не знала, что это такое Говорю, что это такое? Это, говорит, шотландские фунты Я говорю, а я могу их где-то еще использовать? Он сказал, что да, я могу использовать их как в Шотландии, так и в Англии После чего я, конечно, боялась оставлять их у себя По возвращению в Англию в каком-то магазине у меня их не приняли Поэтому я решила сходить в банк и обменять их на английские фунты Так что будьте осторожны с шотландскими фунтами Не везде по Англии ими можно расплатиться Но в банке легко обменяют вам на английские фунты Так мы покатались по центру Глазго Заехали в университет города Посмотрели его обалденную архитектуру Покатались по его узким улочкам С высоты второго этажа автобуса Заглянули в местную оранжерею и городской парк После чего мы встретились с моим братом Сели в машину и поехали в Лондон Путь от Глазго до Лондона составляет 640 километров И мы по прямой поехали домой Кстати, наш маршрут пролегал через шотландские горы Которые до сих пор были в снегах Я сколько могла из машины поснимала, пофотографировала А также мы останавливались на какой-то бензоправке Пока брат заправлял машину бензином Мы с мамой пофотографировались на фоне этих гор Несмотря на то, что в Йорке была солнечная и теплая погода В Глазго и во всей Шотландии все еще штормили зимние ветра И было очень холодно Именно такой запомнилась мне эта поездка Очень было интересно, информативно И весело гулять по этим двум городам с моими родственниками Пока на этом все Не прощаюсь с вами До новых встреч! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok